Усыпальница Карповых, вот она углом тоже касается тротуара, который шел в клуб. Нам пришлось разрушить часть асфальта, поскольку он накрывал захоронение, этот асфальт. Здесь была часовня, она была разрушена. Вместе с часовней почти 40 лет назад разрушили фамильные склепы героев Отечественной войны 1812 года в фундаменте постройки. Все настолько было обезображено. Генералы эти лежали вниз лицом в положении головы. Под головой одного из них тазовая кость, под головой другой фрагмент мраморной плиты с золотым тиснением от Отечества. Это не первое вторжение. На раскопках историки обнаружили бутылки и тарелки 1919 года, времен Донецкой Криворожской Республики. Так большевики поминали царских генералов. Говорят там, ну это не знаю, правда это или не правда, но факт то, что при генералах было оружие. Раньше хоронили военачальников при всех регалиях. На месте разрушенного храма сначала соорудили фонтан, потом клумбу. Найти спрятанных военачальников удалось краеведу Александру Чеботареву. Исследуя историю Донского края в архивах, он параллельно изучал генеалогию своей семьи и наткнулся на газету 905 года. В статье он и нашел информацию о захоронении героев Отечественной войны. Подобное место можно найти в любом поселке Ростовской области. Здесь есть частные дома, кафе. Но мало кто знает, что именно здесь были захоронены герои Отечественной войны 1812 года. Теперь в память о них стоит этот крест. В фундаменте церкви исследователи обнаружили склепы с останками семи человек. Трое из них – герои войны с Наполеоном. Майор Игреков VIII – лучший военной начальник нашей армии по оценке французских полководцев. И Карпов II – ключевая фигура Бородинского сражения. Он остановил корпус Пянетовского возле деревни Утицы. Третьим оказался генерал-лейтенант Дячкин II – удостоенный Георгиевского знамени. Раскопки историкам пришлось организовать самостоятельно. На помощь пришли местные жители. Физическая, кажется, работа – все это руками, кисточками, все от первой лопаты до последней помогали нам. Митрофан Сергей Никодимович помогал, техника и с его помощью. Бетон скрывали, трактор были. А так кисточками, мастерками только работали чисто физически. Сейчас останки находятся в Новочеркасском музее Донского казачества. Туда их отвезла специальная группа Южно-Российской академии наук. Находки уже готовы к отправке в лабораторию Министерства обороны. Возможно, удастся даже воссоздать облик полководцев методом антропологической реконструкции. А на месте бывшей церкви после окончания всех работ хотят возвести часовню. Екатерина Лободина, Сергей Зайцев, Южный регион, Инфо.